Представлюсь, меня зовут Ольга Синерская, я отвечаю за развитие решений Троссир в области жилой и коммерческой недвижимости. Сегодня я поделюсь своим опытом, опытом компании, построение единой системы объекта на базе Троссир. Нас часто спрашивают, что можно предложить бизнес-центру, как реализовать запросы заказчика на объекте. И у бизнес-центра ключевой запрос – это снижение рисков, связанных с сохранностью объекта и находящихся на объекте людей. И здесь важно понимать, что есть два типа объекта, есть те, которые только строятся, есть те, которые уже введены в строй, есть те, которые уже немного устарели, но хотят сделать определенную реновацию. И на площадке всегда есть три типа заказчиков, есть три типа пользователя. Это управляющая компания, это служба безопасности, это арендаторы и посетители. И понятно, что у каждой группы есть свои требования к системе. Так, управляющей компанией важно увеличивать привлекательность объекта. И при этом по возможности сокращать расходы на эксплуатацию. Потому что на любом объекте затраты на эксплуатацию занимают до 50% бюджета. И 80% из них – это только затраты на охрану и безопасность зданий. Соответственно, в общем бюджете достаточно хорошие цифры получаются. И если мы помогаем сократить хотя бы на 1%, то в деньгах в масштабе года, двух, трех – это уже миллионократная сумма. Для арендаторов и посетителей очень важно получать комфортный опыт пребывания на площадке, получать какие-то позитивные эмоции. То есть элементарно выписать быстрый пропуск для посетителей или организовать доступ на парковку для сотрудников. А вот в службе безопасности очень важно вовремя среагировать на инцидент. Поэтому все предложения хорошо формулировать с учетом потребности каждой из этих групп. И, соответственно, чем более адреснее мы учитываем их, тем больше шансов, что вот то решение, которое мы предлагаем, оно будет более востребовано. Соответственно, мы всю систему, экосистему безопасности управления строим на трех элементах. Это круглосуточное наблюдение за ситуацией. Мы управление доступом для арендаторов, служащего персонала, посетителей. И третий момент – это быстрое распознавание ситуации и автоматизация процесса на объекте, на базе видеоналитики. Давайте посмотрим подробнее, какие есть еще возможности, и обсудим их, как их можно реализовать. Первый очень важный момент – это безопасность территории, безопасность пространства. Любой объект, тем более, когда это несколько этажей, а тем более, когда много этажей – это повышенная опасность. Постоянный поток людей, арендаторы, их сотрудники, посетители, курьеры, обслуживающий персонал, просто случайные прохожие. Поэтому тут очень важно не только круглосуточное видеонаблюдение для контроля за ситуацией, но и фиксация вот этих вот маленьких событий. И безопасность для всех обитателей бизнес-центра – это приоритет номер один. И распознавание ситуации, оставленные вещи, воровство и любые другие нарушения – вот эти три кита, на которых строится система наблюдения. Допустим, с помощью детектора людей можно детектировать наличие толпы в выделенной зоне. Это работает очень хорошо в связке со скриптом Alarm Monitor, который позволяет, в том числе, отсечь перемещение по объекту людей в спецодежде, что тем самым повышает риск, скажем так, чистоту данных. Еще посмотрим, как ситуация, достаточно типичная на объектах недвижимости, и тем более имеет место быть в бизнес-центре. Допустим, один из посетителей пришел навстречу, пока решил подождать на диванчике в холле, в лобби, и оставил пакет, поставил пакет рядом с собой. И когда его вызвали, встал и пошел, и забыл этот пакет рядом со скамейкой. То есть он отошел от объекта, он исчез из кадра, и благодаря детектору оставленных вещей, камеры, нейронный детектор, они зафиксируют вот данную ситуацию, отправят сообщение службе охраны, и более того, система позволяет проложить путь от оставленного предмета до его владельца, что тем самым ускоряет расследование ситуации. Еще такая ситуация, которая может быть на площадке бизнес-центра. Сейчас холодает, и маргинальные личности ищут теплые уголки, и по позе детектор может распознать такую ситуацию. То есть если кто-то ведет себя подозрительно, лег на пол или садится, и тем самым уведомить охрану, что появились нежелательные личности на объекте. Следующий важный пункт – это контролировать все перемещения по пространству бизнес-центра. Сейчас пространства бизнес-центров, они становятся все более многофункциональными. Есть офисы, есть кафе, есть зона отдыха, есть зона ожидания, есть автоматы с едой, банкоматы. С учетом, скажем так, общего тренда развития каворкинговых пространств, где сменяемость резидентов еще выше, то контроль потоков людей – очень-очень важный пункт. То есть знать, сколько пришло на объект, сколько каждый день проходит, кто из них своих, кто посетители. Вот эти все данные можно собирать с помощью аналитики, и тем более можно наложить это на карту бизнес-центра и выяснить наиболее востребованные места, что поможет тому же самому управляющей компании сделать, скажем так, получить более грамотное обоснование размещения тех или иных точек скопления людей. Это все помогает, способствует повышению эффективности объекта, и в том числе знание о потоках людей, о путях их перемещения – это еще очень, я не могу сказать, что даже косвенно, а очень даже напрямую влияет на эффективность в целом работы объекта. То есть можно подстроить работу лифта или эскалатора, подстроить рабочие графики обслуживающего персонала. Вот вроде бы такие мелочи, но в целом они как раз и складывают этот пазл комфортного пребывания на бизнес-центре. Следующий очень важный пункт – это возможность свободно передвигаться по объекту. Мы понимаем, что у нас на площадке есть персонал, есть те, которые обслуживают здание в целом, есть арендаторы, у арендаторов есть определенное количество сотрудников, у них есть гости. И вот для них всех очень важно быстро пройти нужную зону и в то же самое время ограничить нам те зоны, куда им ходить не стоит. И с одной стороны, в скуд трассир это очень легко сделать, потому что мы можем настроить логическую группировку точек доступа и их объединить в группы и зоны. С другой стороны, мы можем идентифицировать и работать несколькими способами одновременно по ключу или отпечатку пальца из мобильного приложения с помощью настройки логики или-или. Если стоит задача контроля рабочего времени, то легко настроить плавающие графики работы и доступа, а также отчетность о посещаемости и дисциплине сотрудников. Соответственно, посетители бизнес-центров – это большой поток людей. И вот тут тоже всплывают два важных момента. Оформление пропусков вызывает зубную боль у секретарей, арендаторов и сотрудников зоны общего ресепшена. В скуд трассир это позволяет делать прямо в приложении. А вот у службы безопасности есть другая зубная боль – это отслеживать перемещение гостей по территории бизнес-центра. И тут включаются в работу несколько модулей. Здесь можно подключить модуль Face Recognition, настроить скрипт Alarm Monitor. И, кроме того, очень важно, что есть функция отслеживания перемещений и быстрого поиска по архиву данных благодаря встроенному модулю Face Search and Active Search. А еще один, как бы, такой важный пункт, это, в принципе, есть при любом бизнес-центре определенного класса – это парковка. Она может быть как открытая и закрытая, и ее можно автоматизировать. И сейчас все больше и больше трендах, тенденции в этом направлении. Во-первых, можно подключить распознавание номеров для арендаторов. Автотрассир позволяет создать список, белый список, и автоматически включать, автоматически открывать шлагбаум для этих резидентов. Но что еще интересное, что можно автоматически блокировать арендаторов, не оплативших парковку в этом месяце. То есть, тем самым, как бы, улучшать сбор средств. Во-вторых, благодаря скрипту модулю Tracer Parking можно контролировать количество транспортных средств и времени, которые автомобили проводят на стоянке, на парковке. На основании полученных данных Tracer Parking тоже самое формирует список автомобилей с точным временем и датой въезда и выезда. Сгенерированные отчеты, они подкрепляются скриншотами, сделанным в момент пресечения точек контроля автомобиля, что тем самым, как бы, увеличивает безопасность. Помимо того, система SCUD совместно с системой Autotrasir, они работают, в том числе, можно настроить двухфакторную идентификацию, что тем самым сократить риск кражи автомобилей со стоянки. Еще один момент, который важен для бизнес-центров, которым наши заказчики делятся с нами, это контроль за работой персонала. Все больше и больше людей, как бы, это один из важных пунктов, одна из больших статей затраты. И есть общая задача по оптимизации количества персонала, и для некоторых важно, во сколько человек появился на рабочем месте, качественно ли он сделал свою работу, не заходил ли он в запрещенные зоны, достаточно ли персонала вообще на объекте, или его можно сократить. Что тут можно предложить? Во-первых, можно настроить контроль присутствия на рабочем месте, а во-вторых, отслеживать его перемещение по объекту в целом. Решается это модулями распознавания лиц, системой SCUD и активным поиском по архиву. Достаточно острый социальный вопрос, особенно сейчас, это соблюдение мер безопасности. Модули видеоаналитики позволяют контролировать ношение маски, измеряют температуру сотрудников. И при повышенной температуре сотрудника они могут его даже не допустить через первый турникет в холле. Поэтому Social Distance Detector и Face Mask Detector, похоже, становятся таким трендом, о котором стоит задуматься и оборудовать площадку бизнес-центра. Еще раз причуду, что Tracer очень дружелюбная платформа, она легко интегрируется с системами сторонних производителей, что удобно для реновации текущих объектов. Таким образом можно заменять систему поэтапно, обновлять контроль внутри здания, автоматизировать паркинг или устанавливать топ-контроль для сотрудников на входе. Работа над проектами обычно у нас строится в четыре этапа. Сначала мы разбираемся с запросом, помогаем сформулировать возможные потребности в будущем. Затем подбираем оптимальные решения из оборудования и модули аналитики, тестируем на площадку клиента. И при достижении успешности показателей, когда все довольны, мы легко это масштабируем на весь объект. В нашем портфолио есть как российские, так и иностранные проекты бизнес-центров, в которых функционирует система контроля периметра, так и полноценные системы с институционной видеоаналитикой. Давайте посмотрим несколько примеров. Наша гордость. Это башня Меркурия и Москва-Сити. Внедрение модулей аналитики обеспечивает не только тотальный контроль за территорией бизнес-центра, начиная от парковки, заканчивая приватными зонами и сводит к нулю любые негативные инциденты, оптимизированные финансовые затраты на персонал и техническую эксплуатацию. И за счет создания единого рабочего места и единой базы данной, это позволяет, с одной стороны, оптимизировать затраты, и, с другой стороны, оптимизировать использование рабочих и временных ресурсов. Таким образом, контроль безопасности осуществляется всего одним-двумя сотрудниками, что очень и очень важно. Еще один проект, о котором хотелось бы поделиться, это в бизнес-центре «Небоплаза» в Екатеринбурге. Наши компартнеры отличают простоту эксплуатации, надежность серверов, функциональные возможности, видеоаналитики, трассир, также качество камер, которые полностью устраивают как руководство компании, так и службу безопасности, так и IT-отдел. И руководство бизнес-центра, оно отвечает свое удовольствие с отношением цены, качества, оборудований, модулей, и все последующие совместные проекты решено делать так же, продолжать развивать на базе трассир. Таким образом, вы видите, что в целом трассир легко адаптируется под проекты любого класса, любого. И за счет вот этой гибкости в камерах, регистраторах, модулях аналитики, системе SCUD, легко подобрать решения под любые задачи объекта, организовать автоматический въезд на открытую и закрытую парковку, вести учет и организовать удобный доступ для арендаторов и гостей с распознаванием лиц и разграничением прав доступа, контролировать соблюдение общего порядка по периметру здания и в зонах общего пользования. И все это как бы реализуется на базе решения трассир. Мы всегда открыты и гибки в своих предложениях, поэтому будем рады услышать ваши предложения, ваши запросы. На экране вы видите наши контакты, если у вас возникли вопросы по своим проектам, то смело пишите, мы постараемся подобрать для вас оптимальные решения трассир под задачу, которые, скажем так, будут взаимовыгодны для всех сторон. До новых встреч! Надеюсь, что это было полезно и увидимся на новых вебинарах. Всего доброго!